Дезертир 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 И, собственно говоря, шутка юмора в том, что сюжет, по сути, у нас почти подошел к концу. Дезертир 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 Создает постоянные ураганные ветра. Ну что ж, и вот Вермайр. Вермайр это планета с буйной растительностью, идеальная для заселения формами жизни. Основу которых составляет углерод, обширные моря и благоприятная орбитальная позиция стали причиной образования широкой акваториальной полосы с тропическим климатом. К сожалению, неблагоприятная политическая ситуация в ближайших системах термина препятствует колонизации. Высокая степень риска нападений пиратов на иработорговцев не позволяет считать Вермайр благоприятным для заселения. Ну что ж, так как мы не боимся ни пиратов, ни кого-либо еще, мы сюда таки спустимся. Тем более нам нужно узнать тайны, которые хранит в себе эта планета. Итак, поехали. Ну что ж, у нас действительно проблема. Нам нужно вырубить все зенитные устройства в этом районе, иначе наша команда просто не сможет высадиться сюда. Есть вот такие вот прикольные крабики и просто ходячие тумбочки, я не знаю. Но выглядят они действительно прикольно. Так, ладно, нам надо как-то аккуратно проехать, не задавяя их, вот типа вот так вот. Чуть-чуть так. Ну да ладно. Я не думаю, что они просто прям так сильно на нас обидятся. Так, надо вырубать этих дронов. Ой, это был не дрон. Прости, крабик! Прости, крабик. Прости, крабик. Да я шел нафиг дрон. Так. Черт, крабики, они... Такие крабики, и мне не хочется их как бы убивать с одной стороны, но с другой стороны проблема заключается в том, что... Как бы да, они мешают мне немножечко. Самое малость. Я, конечно, попытаюсь их не трогать, не убивать и все в этом духе, но... Я не могу ничего обещать. Просто потому, что не могу. Нет, крабик, нет, ты пострадал. Обида за крабика. Плохие геты. Геты здесь плохие, очень плохие. По второй части они будут намного лучше. Первые они гады. Так, ладно. После этой миссии надо будет снова, кстати, с нашими поболтать ребятами. И нас один. Где куча крабиков? Крабики должны выжить. Ух! Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Дрон, ты че? Ой. Тихо. Злой дрон. Злой штурмовик. Или кто там был? В общем, мне кажется, что наша пушка как-то самую малость промахивается, не? Вот просто самую малость промахивается. Интересно, а мы сможем пробить щиты, проехав напрямую? Вот я, кстати, не пробовал раньше. Можем. Круто. Итак. Ай. Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти давайте я думаю сейчас выйдем из машинки поймете собственно зачем прогуляемся вот сюда вот сколько я помню там кто-то по-моему есть таки ну просто сюда не можем просто так ты будешь там где-то снайпер был а здесь есть оружейные шкафчики а я их так люблю мне всякое говно там падает но почему бы нет а попрыгунчик уже не 3 а пришел сюда отстань прыгнул так ручное отключение высокая сложность дошифровки у меня за у меня просто тупо зависла мышка вот не поверите ай ладно грёбаную нигель давай сюда ты шутишь так здесь вроде все нормально да больше здесь ничего такого нету сожалению кстати мы не можем просто взять и например спрыгнуть вниз проблема не правда ли дорогие друзья вот хотелось бы попробовать это сделать но к сожалению шепард не умеет прыгать причем вообще это как бы проблема так ладно о колосик привет чё как чувак как дела колосик как дела давай поболтаем пока ты мне всю машину не раскурочил гадная такая да 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 встань на лапки улыбнись улыбнись тому что тебя больше нет проедемся по колосику там еще куча других гадов поменьше это мимишные танки дедов шагающие момент когда знаете вы пытаетесь как углубить там что-то 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 идет немножко не так отстань от меня просто улыбнись тому что ты полу-мертв не правда ли так смешно когда вы не можете стрелять так ладно на самом деле разделаться с этими танками как можно быстрее потому что ну не то чтобы у меня какие-то проблемы с этим просто ну как бы сказать просто мне ни хрена не весело особенно учитывая вот эту большую дурынду которая восстанавливается так нехило и при этом хреначек по нам тоже так нехило довольно таки это промахнулся кида нашел то место где я могу по ней попадать где она по мне попадать особо не может отстанет меня получили новый уровень круто идиот пытался развернуться что за придурок какой же ты медленно идиотина к стакан для меня милля привет привет а я сзади тебя resonated а оптс а Он может и жопу надрать немножечко Не, не то чтобы прям таки сильно, но В общем, он может Это вам не какая-то замухрышка маленькая Так, что у нас здесь находится? Дрон, скорее всего, какой-то защитный Или эти миленькие танки Вот, кстати, о чем я говорил Нам могут надрать неплохо жопу Я забыл о том, что они очень сильно раздалбывают нас Чуть-чуть, чуть-чуть забыл Серьезно, вы шутите, что ли? О май гад Вы шутите Ладно, я просто, короче, буду это реально проходить на скорости Потому что, ну нафиг Не обязательно убивать абсолютно всех Ну хотя, в принципе, за абсолютно всех мы получаем опыт, как бы А опыт нам, как бы, немножко важен Самое, знаете ли, малость Ой, боже Ладно Ну, я это буду делать быстрее теперь Окей Еще прицелиться надо же нормально Потому что нельзя же просто так взять и выстрелить В непонятно куда, в непонятно кого Так, хорошо Давайте быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро Проходим всю эту хрень Отстань от меня Больше не жалеем крабиков Потому что эти сволочи Убили слишком много наших Быстрое сохранение не удалось Серьезно? Серьезно? Еще и помехи Замечательно Просто замечательно Нет, за них умер крабик обида Там, кажется, чувачела выжил У меня всего один вопрос Какого хрена Нет, никакого хрена выжил тот Который сбоку А какого хрена Дрон не пробивается Вообще Никакой Боком Никакой вразе Минус сразу два И тут же получаем от сразу двоих Замечательно Мне это понравилось Нам в любом случае, по-моему, придется зачищать Вверх Так что быстренько бежим туда Насколько это можно Переключаемся Берем оружие Кого-то они, кстати, там замочили Возможно, я кого-то просто не заметил Надеюсь, что на меня удастся Хотя бы здесь сохраниться Потому что не хотелось бы лишний раз Ехать хрен знает откуда Если все пойдет не так вдруг По какой-то непонятной мне причине Различную происходящую задницу в этой игре вы знаете Так, ручное отключение Давайте на этот раз попробуем это сделать все-таки Как надо, 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 надо Надо бы Как? Хрен там Вообще, нифига не хороший шкаф Приходится тратить гель, которого у меня и так мало Аааа, улучшение брони, улучшение брони, улучшение брони Вот взять все, потому что, я не знаю, мне нужно все это Так, давайте, на самом деле, знаете Патроны все-таки вот эти, конечно, хорошие, инферно Но я думаю, что мне стоит поставить некоторые другие патроны Ааа, инферно нет Поглощение тепла нет Кувалда, кувалда Инферно, кувалда Снежная буря Фугасные патроны Ага Вот как бы вот так вот, да? Боевой сканер Поставим боевую оптику восьмого уровня Ааа, я думаю, точнее, девятого Думаю, что это лучше нам будет Рельса Плюс 20 к урону Минус к поглощению тепла Так Обнаружение максимальной точности Урон рассеивания тепла Ааа, в принципе, все, ладно Угу, не гель, можно эту фигню переработать В принципе Так Больше нам сейчас здесь ничего не надо, правильно Сохраниться мы О, да ладно Мы можем наконец-то сохраниться Какая радость Какая мать его радость Я прям вот Прям доволен Давайте бежим вниз Бегом, 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 бегом Ой Так И на скорости давайте Проходим, проходим Ой Не заезжаем на скалу А проходим на скорости Я сказал Так, а раз мы проходим на скорости Нам придется все-таки Нет, все равно придется убивать этих колоссов Как бы без вариантов Если мы можем постараться Поправить И его убивать, конечно Больноватенько Жалко, что я от его пулеметной очереди Не могу так же хорошо уклоняться Обидно Там слишком много ребят От всех от них слишком сложно избавиться А еще он не попадает Я стреляю фактически в упор Вы видели, как я это прям Идеально подпрыгнул Ну, хоть от второго снаряда уклонился Стрельный дужу Отлично Отлично Давай, давай, расстреливай его Давай Отлично Следующее Нет, опыт нам все-таки нужен То есть, нет Ну, не то, чтобы сейчас он прям так критичен Но Ладно Двое налево Почему-то я промахнулся Но да ладно Новый уровень Пробуем сохраниться У нас это не получается Естественно, почему? Да просто потому что На колосс получай Давай по щам Надаем колоссу По броне на самом деле У нас как-то уже не очень хорошо На самом таки деле Потому что брони Как-то у нас маловато Остается, если честно В идеале Должно было Поболее Просто умри Сволота Иху Прыгаем Хорошенько Давайте Надо убить колосса Давай Чуть-чуть Ну Колосятня Ну Замечательно Естественно Мы сейчас тоже Не можем сохраниться Самое хреновое Поэтому Все дальнейшее Зависит только от наших Умений стрелять Вот наша цель Вмитант Я уже догадался Как бы Что это наша цель Дорогие друзья Я думаю Нет особого смысла Как-то Пытаться Убить кого-то В рукопашную Если есть у тебя Танк Как бы Да Должен быть способ Отключить эту пушку Я предположу Что способ Находится где-то Наверху Как бы Нет Мы как бы Об этом видео Не очень задумывались Ау По броне Так нехило Получил Сразу Минус 5 брони Ну да ладно Так Бежим Выбора то у нас Все равно особо нет Здесь хотя бы Сохраниться можем Замечательно Хоть на что-то Гадные сохранения Так Пушка отрубается Уже тоже Хрень Насколько я помню Или взломав ее А Просто взломал Да Так Паново управление Воротами Активировать Работает генератор Ворота заблокированы Замечательно Включить пушку Капитан Наблюдаю отключение Зенита Захожу на Соларианскую базу Конец связи Замечательно Замечательно Взять Отключить ворота Готов продолжить По вашей команде Капитан Шепард Серьезно То есть До этого Ты не был готов И мне не подчинялся Так что ли Или что ты делал До этого Вообще Глупый Глупый Гарус Ладно Так Давайте бежим Вниз 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 Еще вниз В машинку Сохраняшки И теперь Собственно Поехали Ну Ворота же Большие Как можно было Не проехать А Вот как Вот такая Нормандия Пролетает Мимо нас В тот момент Когда Нормандия Пролетела Мимо тебя Тан-та-дан-тан Ладно Думаю Выйдем Чуть-чуть Назад Сдай Замечательно Сейчас Перебьем Этих Ребят Так Здесь Ничего Нету Зря Вы выходите Ребят Зачем Главное Вы это Делаете Понятно Я слышу Что-то Сверху Бедный Разрушитель Бедный Разрушитель Ладно Взять Так Бежим Вперед И надеемся На лучшее Естественно Мы можем Активировать Сразу Потому что Здесь нету Никакой фигни Как было В прошлый раз О боже Понятно 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 Почти успел Кстати Там Можно было Успеть Да Ладно Вот и все Теперь Да Чисто Так Ладно К сожалению Почему-то Кстати Вот здесь Начинают Некоторые Диалоги Пропадать Чуть Самое Мало Знаете То есть Они как бы Должны быть Но почему-то Их нету То ли их Не озвучили Но вырезали Ну то есть Их по-любому Вырезали Но Это как-то Немножко обидно Если честно Ну ладно Давайте Сохраняемся Нужно будет Еще раз Сохраниться Чтобы Не Угрохать Рекса Потому что Я не помню Как там Что И да Я немножко Проспойлерил Но я не знаю Я Думаю Что вам Понравится Что я могу сказать Капитан Нормандия Приземлилась На базе Но похоже Мы тут Застряли Капитан Соларианец Все объяснит Когда прибудете А ну окей Я тебе Объясню сам Что мы там Ни хрена Не застряли Но проблема Да действительно Есть Ладно На самом деле На вермайре Нет ничего Прямо такого Сложного Что нам делать Теперь Подождите Пока мы Не разработаем План Вы здесь Главный Какова Ситуация Я Капитан Керрахе Третий Секретный Отряд ГОР Вы высадились Посреди Зоны Боевых Действий На вас Были Нацелены Все До единого Зенитное Орудие И что Нам Теперь Делать Мы Ждем Пока совет Пришлет По нашему Запросу Подкрепление Мы И есть Подкрепление Что Вы Все Кого Они Прислали Я Говорил Совету Чтобы Направили Сюда Флот Мы Не поняли Ваше Сообщение Меня Прислали Разобраться Нас Сюда Направили Затем Ж Пока Мы Разбирались Я Потерял Половину Своих Людей И Что Вам Удалось Найти Оперативную Базу Сарана Здесь У него Исследовательский Центр Но он Кишит Гетами И хорошо Укреплен Он Здесь Вы Его Видели Нет Но Здесь Повсюду Геты И мы Перехватили Переговоры Где Шла Речь О Саране Он Там Обосновался Сомнений Нет Нет Какие Исследования Проводит Саран Он Пытается Вырастить Армию Кроганов Как Так Может Быть Очевидно Саран Нашел Лекарство От Генофага Почему Он Так Заинтересован В том Чтобы Вылечить Генофаг Так Был Решен Вопрос С Кроганами После Восстаний Мы Внедрили В популяцию Кроганов Генофаг Чтобы Снизить Их Численность Иначе Кроганы Быстро Заполонили Всю Галактику А эти Кроганы Слуги Сарана Мало Нам Гетов Армия Кроганов Его Невозможно Будет Остановить Именно Так Я И думаю Мы Должны Уничтожить Этот Комплекс И Все Его Секреты Уничтожить Я Так Не Думаю Наш Народ Умирает Это Лекарство Может Его Спасти Если Лекарство Покинет Планету Кроганы Станут Непобедимы Мы Не можем Повторить Свою Ошибку Мы Не Ошибка Ожидаются Проблемы Злых Кроганов Нам И так Уже Достаточно Все Будет Хорошо Я С ним Поговорю Было Бы Неплохо Капитан Моим Людям Нужно Проработать План Атаки Вы Можете Дать Нам Время Давайте Капитан Я Скоро Вернусь Это не займет Много времени Капитан Кстати Если вам что-нибудь Нужно Обратитесь к капитану Рентоле Он в одной из этих палат Похоже Тут все довольно сложно Да Я бы так не волновалась Если бы не Рекс У него такой вид Будто он сейчас Взорвется Думаете Мне надо с ним поговорить Это не повредит То есть Он может вам повредить Конечно Будьте осторожны Я буду осторожна Но вы Будьте Наготове Если что Я всегда Наготове Да Это точно Ну что ж Мы теперь можем Собственно поговорить С каждым из них Мне не нравится Как ведет себя Рекс Он может сорваться Как вы видите Все здесь Свои стандартные брони Меня беспокоит Рекс Ему по прежнему Можно верить Да Рексу по прежнему Можно верить Хватит об этом Говорить уже Предстоящая битва Пугает Но я знаю Капитан Нужно остановить Дешифровка Низкий уровень Навыка Здравствуйте Человек Я капитан Рентола Могу вас Снабдить Всем необходимым Для задания Остальные вопросы Вы можете Обсудить с капитаном Керахи Покажите Что у вас есть Запасы у нас Ограничены Мы запросили Поддержку флотом Вместо этого Прислали вас Ваш запрос Не прошел Нам сами Не ведется Разбираться Это то ясно Покажите мне Что у вас есть Не так много Ну что ж Давайте просто посмотрим Что у него есть Ну у него есть Лицензия Лицензия Улучшение Гранат Третьего уровня Которое нам Конечно Очень сильно Понадобится Улучшение Панацелина Улучшение А нет Эти нам Нужны кстати На одну Больше носим Панацелина И гранат То есть Восемь штук Все таки Эти нам Действительно Нужны Немножко Лоханулся Самую малость Так Здесь вроде Ничего нету Поэтому Уходим отсюда Обидно Слушай Да Так Сохранился На всяком случае Давайте посмотрим Нет ли еще Вот здесь Что-нибудь Здесь есть Лиара Та Сони А это что Вы все время О Рексе Беспокоитесь Ребята Все с ним нормально Что у вас Какие-то проблемы Все время Ну как нормально Более или менее Это неправильно Шепард Если от генофага Есть лекарство Его нельзя Уничтожать Я понимаю Вы расстроены Но мы оба знаем Что враг Это Сарен Злиться нужно На него Правда Сарен создал Лекарство Для моего народа Вы хотите Его уничтожить Вот и Объясните Шепард Сейчас для меня Граница Между другом И врагом Как-то Расплылась Это не лекарство А оружие И если позволить Сарену Использовать его Вас не ждет Ничего хорошего И никого из нас Мы должны быть готовы Рискнуть Речь идет о судьбе Всего моего народа До сих пор Я был вам верен Черт Вы сделали для меня Больше чем мои родные Но я должен знать Что мы сражаемся Не за бессмысленную хрень Чтобы идти за вами И дальше Рекс Эти кроганы Не ваш народ Они рабы Сарена Инструменты Вы этого для них хотите? Нет Мы уже были Марионетками Совета Они отблагодарили нас За уничтожение Рахни И сделали бесплодными Вряд ли Сарен Так расщедрится Хорошо, Шепард Вы меня убедили Мне это не нравится Но я верю вам И пойду за вами Только одно Когда мы найдем Сарена Я хочу его голову Уж то, что о голове Я тебе предоставлю И собственно вот В этом моменте Мы могли Самую малость Лишиться одного из членов команды Если мы должны Это сделать То вперед Вот Но мы молодцы Мы не лишились Не, на самом деле Я серьезно говорю Мы правда могли Угрох трекса Спасибо, что поговорили С Кроганом Нам и без того придется Трудно, когда мы Атакуем базу Сарена Я полагаю Это значит, что вы Составили план В своем роде Мы можем превратить Двигатель своего корабля В 12-килотонный заряд Грубо, но эффективно Мило Сбросить эту штуку С орбиты И Сарен распрощается Со своей турианской задницей К сожалению, для этого Комплекс слишком хорошо защищен Взрывное устройство Нужно заложить В конкретном месте Куда его нужно заложить И как нам туда попасть Бомбу нужно перенести На дальнюю сторону комплекса Ваш корабль Сможет ее сбросить Но сначала нужно Проникнуть в комплекс Отключить зенитную артиллерию И подавить наземные силы Мы пойдем без огневой поддержки? У нас слишком мало людей Звучит довольно рискованно Есть другой способ Нет, но думаю У нас все получится Я собираюсь разделить Своих людей на три отряда И ударить по фронту комплекса Когда мы отвлечем Внимание противника Вы со своим отрядом Проскользнете сзади Идея хорошая Но ваших людей ждет Сущая бойня Мы крепче, чем кажемся, капитан Но вы правы Вряд ли многие из нас Выйдут отсюда живыми И от этого Ваша задача становится Еще более сложной Нужно, чтобы со мной пошел Один из ваших людей Он поможет координировать Наши действия Нужен кто-то, кто знает Коммуникационные протоколы Альянса Я вызываюсь добровольцем, капитан Не так быстро, лейтенант Вы будете нужны капитану Чтобы снарядить бомбу К соларианцам пойду я При всем моем уважении, сержант Это решать не вам Почему, когда кто-то говорит При всем моем уважении Он имеет ввиду Пошел к черту Кто лучше подойдет Для этого задания Подойдет любой Из этих двух, капитан Как я вижу Оба готовы пожертвовать Своей жизнью Хотя, если повезет Это не понадобится Ну что ж, Аленка Прости, но я всегда выбирал тебя Аленка Вы идете с соларианцами Только без выкрутасов Ясно? Слушаюсь, капитан Я прикажу загрузить бомбу На борт Нормандии И дам вашей команде Инструкции о том Как ее подорвать У вас есть еще Какие-то вопросы, капитан? Меня подберет Нормандия А как ваши люди Спасутся от взрыва? Мы будем связывать Кетов в боем Пока сможем Как только вы заложите бомбу Мы отойдем назад Чтобы покинуть Радиус поражения Если будем двигаться быстро Сможем обойтись Допустимыми потерями Если нет Нас будут помнить Как великих героев Вы говорите так Словно это миссия Самоубийство Не хочу вам лгать, капитан Есть вероятность Что никто не выживет И ваша команда тоже Но мы сделаем Все необходимое Тень Это понятно Как будут называться Другие отряды? Айгор Маннавай И Джаэта Так назывались Первое поселение На трех колонизированных Нами планетах Сегодня это сердце Соларианской территории Эти имена Будут напоминать нам За что мы сражаемся Чтобы у нас был шанс победить Нужно вложить в это дело душу Так Сейчас Пробегитесь еще раз По всему плану Вы отряд тень Мы отвлекаем противника Вы проникаете на базу Пробиваетесь в центр комплекса Туда где разводят кроганов Отключаете зенитные батареи Чтобы нормандия могла сесть И выгрузить бомбу Если мы дотянем То постараемся помочь огнем Но не рассчитывайте на это Как только бомба будет у вас Разместите ее Около геотермальных источников И уходите Пока она не взорвалась Мне нужно больше знать о бомбе Насколько она надежна Надежность Зависит от того Кто ее будет снаряжать Но свое дело она сделает Системы двигателя Хорошо защищены От внешних повреждений Как только бомба Будет снаряжена Взрыв ничто не остановит Главное Установить ее И снарядить так Чтобы геты нам не помешали Ну что ж Мне нужно еще Несколько секунд На подготовку Можете не спешить Но мы готовы Ждем только вас Я думаю что в принципе Ребята Это Бой будет нелегким Но мы готовы Выступить по приказу Будет скорее всего Саларианцы с виду крепкие Надеюсь только что Они не сломаются Под давлением Да Под давлением Я думаю что это будет Собственно конец всего Конец всех Вся и всюду Что у нас здесь Иммунитет Боевая подготовка Можем прокачать Урон от оружия Либо первую помощь В плане здоровья Я пока если честно Малость не знаю Что лучше Думаю прокачаю Пока вот так И посмотрим В принципе что нам там Что нам там дали Антифрикционность Я вот не помню Что из этого что Так Фугас 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 Снежная Кувалда Инферная Ну в принципе здесь Как бы ничего нету Кроме вот этих вот Штук Единственное знаете Вот фугасный патрон Девятого и девятого Уровня Но только одни на 24% Урон увеличивает И 410 Радиус поражения Другие Меньше Но фугасные Бесполезные Они Если только ставить на Какое-то более крутое Оружие Так ладно Боевая оптика Максимальная точность Повышается С уровнем 9 У нас по-моему Уровень 8 стоит Да Да у нас стоит Уровень 8 Давайте поставим Девятый уровень Вот Теперь у нас Максимально крутая пушка Которая в принципе Может быть Насколько я помню Лучше чем Вот это Сделать уже Физически нельзя Вот В принципе все Я думаю Что на этом Сегодня мы заканчиваем Увидимся Дорогие мои В следующей серии Надеюсь вам понравится Всем спасибо И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok